Здравствуйте, мои прекрасные зрители! Приветствую вас на своем канале. Одна моя зрительница спросила Яна, возможно, я пропустила видео о том, как вы избавились от тензелита. И именно таким образом родилась идея для этого видео. Большое спасибо за вопрос. В самом начале я именно на него и отвечу. Это видео будет посвящено моим «не», которые, возможно, очень сильно отличают меня от многих моих зрителей. Но я совершенно точно знаю, что с многими сближают, делают более и более похожие. Я расскажу о своих «не». Их набралось у меня, ну, наверное, 10. YouTube очень любит такие круглые цифры. Да, 10 «не», 11, 11 «не». Но в названии видео будет фигурировать, конечно же, 10. Итак, мое первое «не», я не ем молочное. И как раз-таки в том, что касается тензелита, это сыграло, я считаю, вот просто-таки удивительную роль. Я была человеком, который свыкся с мыслью «женщина, у вас низкий иммунитет». Именно такую фразу я услышала, когда я готовилась к беременности, когда я выходила после... когда я восстанавливалась после первых родов, когда я часто болела, когда я начала жить на две стороны, я очень часто болела. У меня постоянно болело горло. И когда я начала уже жить на две стороны, я также носила брекет-система. А брекет-система потребовала удаления нижних зубов мудрости, которые не были выросшими, верхних зубов мудрости. И то, как все это заживало, это еще та история, никому ее не пожелаю. Где-то на канале, возможно, рассказывала. И как раз-таки тогда я услышала, в который раз в своей жизни, у вас очень и очень низкий иммунитет. И в определенный момент я свыклась с мыслью о том, что у меня очень низкий иммунитет. Я даже обратилась к доктору Дебазе. Это, получается, доктор, который ведет тебя, терапевт, который ведет тебя. Я к нему обратилась и сказала, многие знают эту историю. Я сказала, вы знаете, я вот беременна вторым ребенком, я постоянно болею, я постоянно заражаюсь от своих детей. Я живу одна в Италии, я не могу себе позволить болеть, потому что мне нужно ухаживать за двумя детьми. Один из которых будет вот-вот скоро родиться, будет новорожденным. Ну и, в общем-то, врач мне тоже сказал, вы знаете, женщина-сеньора, у вас низкий иммунитет. Я бы прописала вам иммуномодуляторы, но сейчас вы не можете их принимать, потому что вы в период беременности ко мне пришли. И потом вы их принимать не сможете, потому что у вас будет период лактации. Вы будете кормить своего ребенка? Сколько вы первого ребенка кормили, меня спросил доктор. Ну и таким образом я, в общем-то, свыклась, да, с идеей о том, что у меня низкий иммунитет, и всю жизнь мне придется жить, не поверите, с жуткой болью в горле, которая начиналась в сентябре, и в лучшем случае заканчивалась где-нибудь в конце мая. А опять же, июнь, июль, и август у меня была вот такая постоянная пощипывающая боль. К чему я рассказываю эту страшную историю про свои зубы, про свое горло? К тому, что ситуация изменилась меньше, чем за месяц. Когда я села на свой первый гречневый марафон, просто потому что цвет лица у меня был лучше, и я исключила в том числе все молочное, и могу сказать, что это перевернуло мою жизнь. Это перевернуло также жизнь моих детей. Меня часто спрашивают, я, на что вы делаете в борьбе, в профилактике от коронавируса. И могу сказать, что я очень жесткую диету сейчас им сделала, добавила очень много овощей и очень много фруктов, не сладких, и могу сказать, что абсолютно, если мои дети употребляют молочное, они не на специальном питании в дошкольных и школьных учреждениях, то дома никакого молочного. Поэтому я не ем молочное. Очень с многими зрителями меня это сближает, и очень с многими зрителями меня, скажем так, это не делает, наоборот, похоже, потому что многие, я знаю, остаются на молочном. Я не пью спиртные напитки. Я также записывала видео, потому что мне был оставлен комментарий, кто-то поинтересовался также, как интересуется духами, какие я люблю. Также про спиртные напитки, возможно, про вино, которое мне нравится. Могу сказать, что я человек, который вообще не может ценить спиртные напитки. Я хотела пойти на курсы с Амелье, но поняла, что пойти на курсы с Амелье я вряд ли соберусь, потому что все-таки, когда ты идешь на курсы, тебе это должно нравиться. Например, ты идешь на курсы рисования, потому что тебе нравится рисовать, либо на курсы вязания, потому что тебе нравится вязать. А вот вкус вина я так и не смогла ни попробовать, ни распробовать. Мне часто пишут, что я многого себя лишаю, живя в Италии, которая производит прекрасные вина. Наверное, да. Но могу сказать, что спиртное для меня, в общем-то, это загадка. Единственное, что я научилась пить, это пиво. Пиво и пицца. Я очень часто удивлялась, когда приезжала в Италию, когда жила здесь наездами, что итальянцы-то любят очень пиво. Они, как правило, пиццу с пивом едят, и, точнее, пиццу пивом запивают. Могу сказать, что для меня это вкусное сочетание. Вот, опять же, если говорить о спиртных напитках, то, наверное, пиво изредка, спицы, не просто само по себе, это то, что я могу себе позволить. Но в целом я вообще человек, который не употребляет в прямом смысле этого слова. Я не ложусь позже 10. Я вообще стараюсь лечь в 9.30. Наши дети очень часто ложатся рано. Сейчас они на каникулах. Они выгуленные, они набеганные. И они очень быстро устают в 8 часов. Дети уже просятся спать. Поэтому я без труда в какие-нибудь 9.15 уже сама укладываю спать. Но в целом, если, допустим, Данечка спит в обед, в садике, то, конечно же, дети укладываются в районе 8.30-9.00. И я сама стараюсь ложиться не позже 10.00 часов вечера. Просыпаюсь я достаточно рано. Просыпаюсь я самостоятельно. Все зависит от того, во сколько у нас восходит солнце. Летом я просыпаюсь раньше. Зимой я просыпаюсь самостоятельно, но чуть позже. Но ложусь спать совершенно точно не позже 10.00, что летом, что зимой. Спать я не то чтобы очень люблю. Я считаю, что сон, ранний сон, это очень хороший, полезный сон. Не знаю, где столько мудрости вычитывала для себя. Так, что еще? Не кричу на детей. Да, я не кричу на детей. Это совершенно четкий мой выбор, который потребовал достаточно сильной и активной самодисциплины. Потому что, как и любая мама, годам к трем я поняла, что мой ребенок вообще-то лучше меня понимает, если я чуть-чуть голос повышу. Если так я на него строго посмотрю. И в определенный момент я крикнула на Егора. Я думаю, что очень многие родители помнят свой первый крик на ребенка. И в тот момент я поняла, что этот крик, он захватывает тебя. Это некая эмоциональная распущенность. Я много говорю о ней на своем канале. Но я также поняла очень простую вещь, и я себе очень благодарна, что в свои какие-нибудь там 26-27 лет я смогла это отследить, проанализировать и сделать выводы. Я поняла, что кричать на ребенка – это невыгодно. Ты потом задыхаешься от своего чувства вины. К этому чувству вины ты должна либо привыкнуть, потому что ты постоянно кричишь на ребенка, ускоряешь его, добиваешься от него чего-то криком. С этим чувством вины придется либо сжиться, смириться и привыкнуть к нему, либо оно будет постоянно тебя поглощать. И я также поняла, что когда ты кричишь на ребенка, ты, в общем-то, пугаешь его, в особенности в свои первые разы, когда ты никогда не кричал, он не знает, что такое мама на него, голос повышает. И ты потом очень долго его успокаиваешь, потому что он очень сильно напуган, он не привык к этой ситуации. Поэтому ты никак не ускоряешь ребенка, ты никак не добиваешься от него то, что тебе нужно, то, что тебе хотелось бы, чтобы он сделал, либо не делал. И поэтому, да, я совершенно точно усвоила давно-давно, что я не буду кричать на детей, могу сказать, что да, я не кричу на детей. Я не ем мясо, я не ем мясо птицы и я не ем мясо животных. И тоже этот вывод я сделала для себя, когда я посидела на гречневом марафоне. И, кстати, сюда я не включила сахар, потому что сахар, про сахар я уже думала, когда буду рассказывать вам про свои зубы. А я посмотрела недавно видео Виталия Островского, за что ему большое спасибо, он часто выпускает видео. Я люблю блоги, дейли блогеров, и сама им являюсь. И вот сахар как раз-таки я хочу осветить в той тематике, в том видео. Но да, я человек, который не ест мясо и который не ест сахар. И могу сказать, что это тоже повлияло на мое здоровье очень-очень сильно. Кто-то меня за это критикует, кто-то меня в этом поддерживает, но это совершенно точно мое «не», которое сейчас присутствует в моей жизни. Из белка у меня остались только яйца, если вам интересно. Я не за... Ааа, это очень интересно. Вот это меня отличает от многих. Но, опять же, когда я говорю «отличает», это не потому, что я вот такая суперклассная. Нет, я могу, кстати, очень сильно ошибаться, допускаю это. Так же, как и даю себе всегда возможность поменять свое мнение о каких-то вещах в будущем. И всегда говорю своим зрителям, если это произошло, а эту тему я освещала до того, как поменяла свое мнение. Я не пользуюсь солнцезащитными кремами, я не пользуюсь солнцезащитными фильтрами. Меня вот, опять же, недавно спросили, потому что я сказала, что я загорала. Кстати, сегодня я целый день загорала. Возможно, это видно по моему лицу, а возможно и не видно. Я целый день загорала. Зачем я это делаю? Во-первых, я это делаю для того, чтобы у меня вырабатывался витамин D. Я также рассказывала, что однажды спросила педиатра, а сколько нужно присутствия на солнце, чтобы хватало витамина D ребенку. Потому что я была против синтетических витаминов. Также объясняла, почему. И также рассказывала, что витамины содержат огромное количество, очень часто, прям-таки огромное количество консервантов, стабилизаторов, сахара. Очень часто эти витамины, витамин D плюс витамин E, если я не ошибаюсь, они содержат также... Они содержат также сахара очень много. И какое-то там что-то летает опять. Представляете, что-то опять летает. Так вот, вообще невозможно записывать одним кадром, придется все это вырезать. Они содержат очень много сахара. И педиатр мне сказал, что для того, чтобы выработалось достаточное количество витамина D в организме взрослого человека, ему необходимо быть раздетым на 12-часовом солнце 20 минут. Представляете, как это много. То есть, если я гуляю час со своим ребенком, у меня открыто лицо, у меня открыты руки, то я, конечно же, не получаю витамин D. Поэтому при первой возможности я загораю. Я не боюсь пигментных пятен на лице, возможно, потому что я к ним не склонна. Но были зрительницы, две, я очень хорошо их помню, которые мне писали. Яна, мы всегда страдали пигментацией. И когда мы приехали в Италию, они обе приехали в Италию, но они между собой не знакомы, просто вот были синхронные такие комментарии. Она написала, что, одна зрительница написала, что она устала пользоваться, постоянно защищать свою кожу. Она стала выходить на солнце, потому что в Италии всегда солнце. И у нее пропала пигментация. Вот такой случай мне был описан. Я не склонна к пигментации повышенной. У меня нет пигментных пятен, у меня их не было после беременности. И у меня они не появляются после солнца. Единственное, что у меня могут появиться веснушки. И я не боюсь солнца. И прежде всего из-за витамина D, который я считаю очень-очень важен для нашего здоровья, я, в общем-то, и загораю без солнцезащитных фильтров. Что я делаю, когда летом действительно жарко, солнце очень активно, и можно получить ожоги. Я просто хожу на пляж, тоже много об этом рассказывала, в легких футболках, либо в легких кафтанах из-за льна, либо из хлопка. То есть я защищаюсь, получается, физическими фильтрами, которые в моем случае являются тканью. Ткани моей одежды. На голову, конечно же, всегда широкополая шляпа, потому что иначе я останусь без носа. А я не могу себе позволить. Я же блогер, я должна каждый день записывать видео. Так, я не обижаюсь. Почему-то очень многие думают по-другому. Нет, я на самом деле не обижаюсь. Я, прежде всего, не делаю это в семье. У меня есть видео «16 лет браки». Оно было записано тоже по вопросу одной моей зрительницы, за что ей большое спасибо. Там очень много просмотров. Это было одно из моих первых популярных видео здесь, на Ютубе. Я сказала, что я не обижаюсь на своего мужа. И, в общем-то, я действительно стараюсь не обижаться, потому что я усвоила в своей жизни, что очень часто люди говорят вещи, которые могли бы нас обидеть, либо задеть, либо делают эти вещи, не потому что это напрямую связано с нами, не потому что мы провоцируем, а потому что у них какие-то свои собственные демоны в голове. И, соответственно, это их проблема. Вот ко мне это не имеет никакого отношения. Я заняла такую позицию, если мой муж что-то делает, например, я его уже четвертый день прошу мне шарик для гольфа, еще один найти. У нас в гараже миллион этих шариков. Прошу постоянно ему занести, потому что хочу записать видео, как я двумя шариками массирую лицо. Но самое главное, эти шарики для гольфа, точнее, мячи для гольфа, они мне нужны. Мне нужно одну положить в тумбочку рядом с кроватью, другую держать всегда в кармане, чтобы пока я спагетти варю, я, в общем-то, себя массировала, чтобы я молодела, либо не старилась, как минимум. И вот муж не может занести, постоянно забывает. Ну и, в общем-то, я на него совершенно не в обиде, либо мне нужно самой спуститься и сделать за него то, о чем я его прошу, либо, соответственно, ждать, смиренно ждать, когда он занесет мне еще несколько мячей для гольфа. Ну и таких ситуаций очень-очень много. И в том, что касается комментариев, я очень часто злостные комментарии разбираю, но не потому, что мне очень-очень обидно, а потому что это пример моего отношения к вот таким ситуациям, который, и это пример, который может стать для многих тоже примером. И мне это, конечно же, очень-очень приятно. Я получаю много комментариев, где мне говорят, что да, в этом я действительно тоже стала примером. Что еще я не... А, я не покупаю то, что мне не нравится. Опять же, возможно, у многих другое мнение, но я совершенно точно знаю, какого количества и что конкретно мне нужно. И если я покупаю определенные вещи, для себя одежду, обувь, для своих детей, я совершенно точно знаю, что это то, что нужно, и это то, что будет меня радовать. Поэтому, в общем-то, я не покупаю то, что мне не нужно. И для многих это может показаться какой-то абсурдной формулировкой, но тем не менее, раньше, да, я была человеком, который купит себе одно, другое, третье, в дом что-то принесет, прикупит. А в итоге понимала, что это лишнее, потом от этого приходилось расслабляться, избавляться, кому-то давить, испытывать чувство вины за плохо потраченные деньги, зря потраченные деньги. И могу сказать, что да, я научилась покупать только то, что мне нужно. Иными словами, я не покупаю то, что мне не нужно. Я не ем после 15 часов вечера. Да, в Италии 15 часов тоже вечер. Думаю, что в России 15 часов, 3 часа это 3 часа дня. Но тем не менее, я поймала себя на мысли, что я действительно не ем после 3 часов. То есть я обедаю, иногда я завтракаю и обедаю, но чаще я только обедаю. И вечерком я пью какой-нибудь легкий чаечек. Крайне редко себе отжимаю сок, потому что сейчас многие напишут, ага, сок-то выжатый, это тоже еда. А я крайне редко себе вечером отжимаю сок, потому что я уже усталшая, мне нужно ужин готовить детям, мужа, они у меня едят разные вещи, у них разный стол. Поэтому я, в общем-то, чтобы сохранить стройность фигуры, но больше всего потому, что я очень ленивый человек, я после 15, в общем-то, себе не готовлю. И после 15 я не ем, как правило. Крайне и крайне редко бывают исключения. И я также разучилась лениться. Я считаю себя человеком очень ленивым, но тем не менее я заметила за собой, что я даже когда не хочу записываю видео, когда я не хочу убираться, я все равно убираюсь, когда я не хочу идти на пробежку, я все равно иду на пробежку. И на самом деле это тот пункт, анализируя который я могу сказать, что я собой горжусь, потому что я часто говорю в своих видео, что я ленивый человек и до сих пор считаю себя ленивым человеком. Но тем не менее я человек, который не ленится. Но и 11 пункт, самый-самый для терпеливых, кто досмотрел это видео до конца, сейчас я разберу, что тут написала. А, разобрала. Это опять же мотив... Разобрала, что я написала. И этот пункт у меня прямо-таки в последний момент, я его записала, потому что я на другом своем канале, о минимализме, прочитала комментарии одной моей зрительницы. Она написала мне, Яна, мне так нравится ваша позиция, вы не усложняете. Я действительно не усложняю. Я стараюсь как можно проще относиться к вещам. Многие знают мою позицию относительно коронавируса. Я не паникую, я достаточно просто ко всему отношусь, потому что я поняла, что когда ты усложняешь восприятие каких-то вещей, ты усложняешь себе жизнь. И наоборот, когда ты ничего не усложняешь, стараешься делать по мере поступления, решать проблемы по мере их поступления, делать определенные дела по мере их поступления. Ну, в общем-то, действительно, не усложняет жить максимально просто, максимально просто питаться, максимально просто общаться. Я поняла, что это очень-очень влияет позитивно на мою личную жизнь. Я действительно не усложняю, а на самом деле комментарий по поводу не усложнять был написан в отношении одежды, в отношении того, что если у меня оторвется пуговица, я об этом говорила, никто не будет знать. Она у меня оторвалась месяц назад, либо пять минут назад. Я всегда была человеком, который, в общем-то, спокойно относился к стрелке на колготке, Потому что, ну вот бывает, порвала колготочки и вынуждена ходить целый день. И никто не знает, это случилось полчаса назад, либо это случилось с самого утра, и ты до сих пор не переоделась. То же самое очень часто я появляюсь в кадре без маникюра. Ну вот случается без маникюра. Села записывать, вспомнила, что нужно мне что-то показать, а я без маникюра. Поэтому да, я не усложняю, к определенным вещам я отношусь очень просто. И чем проще я отношусь к определенным вещам, тем больше этих вещей, к которым я могу относиться, просто появляется. Ну что ж, дорогие зрители, это были мои «не». На этом с вами прощаюсь. Это была Инна Скворцова. Всем пока-пока.